Всем добрый вечер. Меня зовут Сергей Чироков. Сегодня я буду вести техническую школу. Я смотрю много людей, которые у меня спрашивали вопросы именно по данной школе. Целый день меня сегодня метеоризировали и на последние несколько недель. Их нет. Замечательно. Пришли самые лучшие. Сегодняшняя школа у нас техническая, посвящена сайтам, доменам и раскрутке. Запись школы. Запись я поставил. Так, давайте посмотрим такой ролик. Один из партнеров нашей компании, который уже много лет работаем, показал результат. Здравствуйте. Меня зовут Александр Иванович. Как это работает? Сейчас я вам покажу на примере своего сайта, как в максимально короткие сроки продвинуть, или как сейчас можно выражаться, раскрутить свой сайт по поисковым системам. Ну, возьмем поисковые системы Рунета. Вот мой сайт. У нас есть еще для ведительного управления. У многих сейчас волнует эта тема. Официальная статистика. Более 70% рекламодателей используют веб-сайт для раскрутки своего бизнеса. Будь то сайт продаж, допустим, интернет-магазин, или просто партнерский сайт для поиска партнеров. Ну что, посмотрим, на какой позиции будет мой сайт. Так, все увидели. Инвестиции для ведительного управления. Название моего сайта. Ищем. Да, вот, набрали. Видите, вот. Вот мой домен. Смотрим домен alistich.net Вот, на первой позиции результата примерно 600 тысяч, это более полмиллиона. Это Google Казахстан. Вот первая страничка. Поехали дальше. Вот у меня такая вкладочка замечательная есть. Ну, давайте продолжим. Google Россия. Так. Берем, скопируем, чтобы постоянно не вставлять. Чего-то спалишь. Так. А что, не любишь? Так, видите, сайт, ну, считай, в первых рядах, на третьем месте. Результатов 377 тысячи, ну, за 800 секунды, то есть он тоже, во-первых, позиция, Google Россия. Идем дальше. Идем дальше. Если я на шанс поехал, ну, допустим, Google, они не вставляют. Так. Так. Все видят, да? Домин. Алистичек. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Топ-10. Результаты примерно 600 тысяч. Гугл Грузия. Вот сайт. Первая страница. Пройдемся по Азии. Гугл Фуркменистан. Так. Давайте пройдемся по Прибалтике. Посмотрим. Гугл Эстония. Идем дальше. Вернет мой сайт. Домин алистичек точка нас. Результатов больше полмиллиона. Ну, показываю всем. Первая страница. Ну, Латвия. Алистичек. Топ-10. Аналогично, первая страничка, пойдем дальше, Польша, ну это уже дальние зарубежья, это недалеко, вставляем ищем, вот мой сайт, все видят его, ну что дальше, пройдемся давайте на Ленин, вот он, пятый, да, пятый по-моему, ну что здесь, по-быстрому, давайте Болгария, ну вот сайт, комментариев нет, чуть дальше зайдем, давайте поищем Гугл Англия, так, Гугл Англия, результатов 100 тысяч, вот мой сайт, domainalistich.net, могу ему опять же открыть, но этот сайт, так, Англия, Германия, Германия посмотрим, идем на поисковую систему mail.ru, посмотрим, где он там будет, ищем, так, ну вот, вот главный инвестиционер создавительное управление, домен alistich.net, открываю, вот что все посмотрели, вот он, все вы видели, да, стоп-10, зайдем в Яндекс, поисковик, поищем его в Яндексе, так, ну здесь интересно, конечно, получается, смотрите все, вот рекламка, вот рекламка, то есть оплаченные рекламки, которые платят Яндекс.Директу, заклики, вот рекламка с правой стороны, все мы видим, ну вот мой сайт, вот первый, то есть вообще первая позиция, можем открыть вот так же, посмотреть, так, здесь вниз пройдемся, и поиски отдана предпочтение с сайтом из Астаны, ну да, я с Казахстана, поэтому с сайтом из Астаны, давайте посмотрим, поищем без учета региона, так, смотрите, без учета региона, он так же остался на первой позиции, то есть по регионально, в каждом, то есть независимо от региона, Яндексе он будет на первой позиции. Такой результат я достиг буквально за две недели, без специальных знаний СЭО технологии, не платил ни копейки данным провайдерам, ни Гуглу, ни Яндекс, кому интересна эта тема, кто хочет подвинуть свой бизнес, мои контакты под видео, помогу, расскажу, все подробно объясню, все, всем пока, до свидания. Итак, друзья, как вы видели, Александр Юфтухов, мой партнер с первой линией, в одной из крупных IT-компаний показал результат, нахождение сайта по его тематике на первых позициях в разных поисковиках, в разных странах причем. Это не просто так происходит, чтобы попасть на первую позицию за само расположение рекламы, вот на примере этой картинки я вам вверху показываю, вот Яндекс, вверху идет платная реклама, это называется Яндекс Директ, и с правой стороны сбоку идет тоже колонка, сейчас у нас там видит картиночек, иногда там будет текстовая реклама, это тоже Яндекс Директ. Сколько стоит Яндекс Директ ежемесячно? Напишите, пожалуйста, кто знает расценки Яндекс Директа среднего бюджета, среднего бюджета компании. Меня слышно вообще? Поставьте плюстики, если меня слышно. Я думаю слышно. Замечательно. Друзья, напишите, пожалуйста, сколько стоит средний бюджет на рекламу в Яндексе? Ирина, дорого. Цены не детские, Лена Романова, зашкаливают. Хорошо. Татьяна, не знаю. Так, хорошо. А напишите, кто знает, сколько стоит реклама на том же гугле? Кто-нибудь знает, сколько это стоит в месяц обычно? Сколько рекламодатели платят за показы, за клики? Вот. Татьяна пишет, 300 баксов в неделю. Ольга не знает. Так. Вот еще люди к нам подтягиваются. Замечательно. Инна не знает. Там оплата за каждый клик. Хорошо. Я вам сейчас кое-что покажу. Так. Где-то тут у нас был браузер. Вот так. Где актива? А, нет. Давайте я сделаю показ экрана. Так будет гораздо проще. И сразу с рабочего стола, со своего, сделаю показ. Так. Ну. Так. 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 Минутку. Старт. Донат блог. Так. Это сюда. Это так. Это в сторонку. Google. Google. Значит. Я показываю планировщик ключевых слов. Планировщик ключевых слов. Сейчас. Как-то выровнять надо. Планировщик ключевых слов. Google AdWords. Пока с экрана видно. Поставьте плюсики. Там пару плюсиков. Старт. Так. Угу. 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 Вот. На этой линии видно. Давайте я остановлю еще раз покажу старт. Сейчас должно быть видно. Сережа, я хочу сказать, когда у тебя показ браузера идет, нажми сначала на Home. Я понял, давайте тогда нажмем. Выйди сначала из показа браузера на Home, а потом иди на показ. Понял, ошибка. Сейчас повторно запущу. Вот сейчас должно быть видно. Поставьте плюсики, если видно пока с экрана. Так, замечательно. Значит, это называется планировщик ключевых слов Google Adwords. Что такое ключевые слова? Ключевые слова это те слова, то есть поисковая система в среднем взяла, которые люди ищут в интернете. Я сейчас войду в Google Adwords. Значит, здесь найти варианты ключевых слов или групп. Я вам хочу просто показать, сколько стоит реклама. На примере, допустим, самое популярное, что люди ищут, к примеру, я даже не знаю, ну допустим, недвижимость. Как бы довольно таки дорогое ключевое слово. Купить недвижимость. Купить недвижимость. И нажимаю получить варианты. Значит, вот вариант, ключевое слово купить недвижимость. В среднем за месяц, тут за каждый месяц показано, сколько запросов, то есть 1600 запросов, 1300 запросов. Так, сколько это стоит? Рекомендованная ставка 163 рубля 79 копеек. Что это за ставка? Это значит, те рекламодатели, которые платят в углу, по ключевому слову купить недвижимость, кто будет искать. На первых позициях, давайте я открою Google. Google.com Вот Google. Я набираю это же ключевое слово купить недвижимость. И вот обратите внимание, значит, впереди, до вот такой полосочки, это платная реклама. Что значит платная реклама? Данный рекламодатель, он заплатил Google за показ его объявления, его сайта, чтобы он был здесь, чтобы сайт был здесь. И тот человек, который наберет купить недвижимость, ему будет показана данная реклама. Причем фишка заключается в том, что если кто-то кликнет на его объявление, со счета рекламодателя будет снята вот эта сумма денег. То есть 163 рубля. Вот посчитайте, сколько можно снять в неделю денег, в месяц по 163 рубля за клик. Кроме этого, с правой стороны, с правой стороны вот здесь, это тоже платная реклама. А, тут еще вот, тут еще вот, вот, вот сколько, это все платная реклама. Это рекламодатели, они между собой соревнуются, и если кто-то кликает, значит, с их счетов будет снята определенная сумма денег. Это сумма денег, вот, вот она заканчивается, где полоска. То есть вот это все сверху, вот результаты по запросу купить недвижимость на карте. То есть вот до сюда, это все оплаченная реклама. И каждый из этих рекламодателей заплатил за показ рекламы, ну, в среднем 163 рубля. В интернете я встречал информацию, что цена за клик у Гугла достигает даже и 350-390 долларов за клик. За один клик. Кликнув на данную рекламу, это не значит, что человек сразу достал деньги из кармана и пошел тут же приобрел недвижимость. Это понятно, да? Напишите, кому понятно, что такое вот эта платная контекстная реклама. Так, хорошо. Так вот, хорошо, друзья. Значит, фишка заключается в контекстной рекламе, то что рекламодатель платит пожизненно. Возврата денег никогда нет. И не будет. И не предусмотрено. Google возврат денег никогда не делает. А, значит, результат от показа рекламы может быть положительным, может быть и никакой. Дальше. Опять-таки, внизу, внизу под Google, то есть под вот этой полоской после платной рекламы стоят сайты. Это уже сайты, которые попали сюда не просто так, опять-таки. Но они не платили Google. Вот как раз та технология на видео пять минут назад, которую я показывал, она позволяет вам вытащить свои сайты именно вот сюда, не платя Google ни копейки. Аналогично можно рассмотреть по любому другому поисковику. Там такая же схема. На Яндексе, на Мейле, везде есть контекст и везде есть реклама по продвижению. Скажу вам сразу, те специалисты, которые вам скажут там SEO, я вам скажу про Яндекс. Если SEO рассматривать на Яндексе, то SEO не существует. С декабря прошлого года. Яндекс это уже убрал. Поэтому SEO продвижения сейчас нет. Так, поехали дальше. Значит, как же сюда мы попадаем? Очень просто. Я использую, ну и тут есть партнеры в этом чате, кто уже знают, другую систему. Система называется Access. Здесь есть реклама Access Ads. Так, включайся. Итак, здесь у нас есть, где там разместить рекламу, три варианта рекламы. Это тоже поисковик, это конкурент Гугла, но контекстная реклама здесь тоже присутствует. Это баннерная реклама и AdText. Вот AdText и AdBanner работают аналогичным способом, аналогичным образом, как на том же Гугле, как на Яндексе. Мы платим за показ, за клик. Опять-таки, если в Гугле мы платим пожизненно, то здесь я вам чуть-чуть попозже расскажу, как мы платим. И платим ли мы деньгами. Сейчас вы это все узнаете. Здесь есть еще одна фишка. Называется AdSites. Так вот, благодаря только вот этой одной фишке, компания сейчас номер один является в интернете. Что это за фишка? Это называется платформа AdView. У всех партнеров данной компании есть обязанность ежедневная просматривать минимум 25 сайтов, максимум 100 сайтов в день. Партнеры просматривают сайты. И благодаря только вот этому ротатору, мы в простонародье называем это ротатор, сайты очень легко поднимаются в поисковиках, во всех поисковиках к первым позициям. То есть сайты становятся вот здесь, вот здесь, сразу под косой чертой. То есть вот сюда. Сначала, когда сайт у вас появляется, он молодой. Google о нем, естественно, не знает ничего. Сайт находится на каких-то там тысячных, миллионных позициях. То есть спустя некоторое время, благодаря вот этому инструменту AdSites, сайт начинает двигаться с миллионных позиций, сначала на тысячные позиции, потом на сотые и потом выходит в топ-10. Временной промежуток, насколько быстро он двигается, все зависит от тематики вашего сайта, насколько он востребован. Если конкуренция в данной тематике высока, продвижение будет более продолжительным. Если конкуренция маленькая, то продвижение, то есть попадание в первую десятку Google произойдет очень быстро. Из опыта я вам скажу, что максимально у нас сайты, по-моему, за пару месяцев продвигались, выходили на первые позиции. В среднем выходит где-то 2-3 недели, это уже нормально считается. Итак, что же мы делаем? Мы нажимаем, пусть проходим на access.com, но это кто партнеры. Здесь выгодно быть партнером, потому что деньги здесь возвращаются в отличие от Google и Яндекса. И нажимаем приступить к работе. Здесь мы пишем название рекламы, описание сайта, заголовок рекламы, URL, язык рекламы и так далее. Показать, как разместить рекламу? Напишите, кому надо показать. Напишите, да, если надо. Хорошо. Значит, я сейчас возьму сайт свой. Значит, большая часть людей, конечно, пришла по компании, в которой мы сейчас активно смотрим. Вода. Основа всего живого на земле. Самый цель. Так, значит, сайт сейчас, ну, просто сжатый в этом состоянии. Беру название компании. Так, URL. Значит, что такое URL? URL. Сейчас я разверну немножко. Так, это что такое дергается? Значит, URL это вот это. Это ваш домен. Значит, тут немножко отступим от темы. Значит, по доменам я вам хотел рассказать. Есть домены правильные, а есть домены кривые. Значит, есть домены, вот в данном случае, megamani.biz. Я являюсь владельцем данного домена. Вот это, это называется поддомен, до точки. Большинство людей в интернете делают как? Они идут на бесплатный домен. Они регистрируют бесплатный домен на бесплатном хостинге. В этом случае на тех регистраторах, где делаются те сайты, это может быть yukas, это может быть народ.ru, это может быть vix.com, по-моему, jimdo и многие другие. Получается так. Ваш домен потом идет, допустим, vix.ru. Поисковый робот видит, что данный сайт является бесплатным. И еще в домене третьего уровня. Потому что основной домен не принадлежит вам. И поэтому данные сайты в домене третьего уровня, они вообще плохо индексируются. Исключением является Blogspot. Потому что сайты на Blogspot, получается вот, допустим, domnet.blogspot.com. Blogspot – это ресурс гугла. Сайты на Blogspot продвигаются хорошо в гугле. В других поисковиках попробуйте его продвинуть. Никогда. То есть в этом случае вы просто потеряете часть партнеров, используя Blogspot. потеряете именно тех партнеров, либо клиентов, которые пользуются другими поисковыми системами, такие как Яндекс, Mail, Rambler и так далее. Потому что там сайт вы не найдете на первых позициях никогда после рекламы. Если вы пойдете, допустим, на Яндекс, у Яндекс приобрел сервис Юкоса. Юкос народ, они более-менее в Яндексе продвигаются. Но эти сайты, то есть когда вот здесь вместо Megamoney будет там народ.ru, юкос.ру, эти сайты будут продвигаться только в Яндексе. В других поисковиках попробуйте продвинуть. Это, естественно, отсеивание просто огромного количества клиентов. Это сразу. Теперь дальше. Берем URL. То есть поэтому надо иметь свой домен. Это самая правильная позиция. Так. Значит, вот сюда URL рекламы. То есть я вставляю вот этот URL адрес, то есть домен. Название рекламы. Название рекламы. Пишу. Экономия. Ой, пишу на английском. Экономия на счетах ЖКА. То есть название рекламы. Написал. Копируем. И здесь заголовок рекламы. Это то же самое. То есть название и заголовок одно и то же можете писать. То есть название. Это у вас будет внутреннее название в системе. А заголовок как называется ваш сайт. Описание рекламы. Можете скопировать со своего сайта. Допустим, вот сверху. Вот. Эть. Ну, допустим, вот так. Выделил первый абзац. Ничего не изобретая. И сюда вставил. Далее. После этого нажимаем на следующий шаг. Здесь ключевые слова. Значит, ключевые слова система автоматически выдергивает. Но вы можете добавить новые ключевые слова, которые хотите. Как подбирать ключевые слова? Идем на тот же сервис, который я вам вначале рассказывал. Google Adwords. И пишем. ЖКХ. Желаем получить варианты. ЖКХ. То есть, если тема ЖКХ. Слушайте. Почему? Не работает. Как-то странно этот Google работает. Последние два дня. То выдает запросы, то не выдает. ЖКХ. То есть, выбираем любые произвольные слова. Поставьте себя на место потенциального клиента, либо потенциального партнера. То есть, с точки зрения того, что ищут люди. Так будет более правильно. То есть, люди ищут, как экономят на ЖКХ. Так. А допустим. Нет, странно, почему-то Google сегодня барахлит. Потому что выдавал много слов. Давайте на Яндексе. Есть еще сервис. Так. Кому это надо? Кому это надо? Вот вам ссылочка. Где подбирать ключевые слова? На Google. Сейчас я вам еще дам ссылочку, где подбирать ключевые слова на Яндексе. Есть так называемый сервис Вотстат. Здесь тоже можно подбирать. Вот, Яндекс сегодня работает. Вот вам еще этот сервис. Как подбирать ключевые слова. Вотстат. Значит, Яндекс сегодня работает. Google не работает. То есть, техника есть техника. Вечного нет. Ничего. И здесь набрали слово ЖКХ. И здесь система выдала, что искали со словами ЖКХ. Яндекс, в отличие от Google, нам выдает результаты запросов за последний месяц. Google выдает за 12 последних месяцев. И здесь мы ищем. То есть, слово ЖКХ искали 760 тысяч раз. ЖКХ в области. То есть, так. Дальше. А с правой стороны, тут толпец есть, это ключевые слова, то есть, запросы с данным словом ЖКХ. То есть, почему-то сайт Кремля тут выдала. Реформа МВД. То есть, видимо, кто-то это искал и какие-то связи там есть. Это так система, значит, думает. То есть, ЖКХ Москвы. Вот, допустим, выбрали слово ЖКХ Москвы. Перешли на место, где мы размещаем рекламу. И здесь вводим это ключевое слово. ЖКХ Москвы. И нажимаем вот так плюсик. Все. Ключевое слово мы уже поставили. Дальше. Выбираем страну. Переключаю на русский язык. Russian Federation. И... Так, сейчас немножко я вот так уменьшу. И с правой стороны выбранные страны появляются. Вот, допустим, Белоруссия. Что бы в Белоруссии продвигался. Дальше. Цикрус не нужен. Урганту. Перу. Давайте Украину. Украина. Тут весь мир есть. То есть, выбрали нужные вам страны. А, еще можно Казахстан. Вот, Казахстан. То есть, основные страны выбрали. То есть, получается, именно в этих странах, которые вы выбрали, в первую очередь будет идти продвижение вашего сайта к первым позициям. Дальше. Делаем следующий шаг. Вот теперь самое интересное. Что мы здесь платим и откуда мы это берем? Дальше. Мы расплачиваемся здесь iCredit. То есть, в данном случае на этом аккаунте у меня свободных 7832 iCredit. Я их возьму, скопирую и сюда поставлю. 7832. Все. Ноль. Это означает, что данное количество раз я могу потратить на показ своего сайта в интернете. Дальше. Ежедневный расход. 25 iCredit. Это минимальное количество. То есть, минимально 25 раз будет показан сайт в интернете. Дальше. Ставка. Стоимость одного показа. Поначалу поставьте единичку. Если сайт не показывается, значит надо увеличить ставочку. Ставочку ставьте на 2. Если сайт опять не показывается, увеличьте. И увеличивайте до того момента, пока будет показано. Ну в среднем получается ставка 2, 3, 4. Вот здесь система предлагает. Средняя ставка уже 4. Как бы уже рекомендует. То есть, ну можно попробовать меньше. Чтобы не происходил перерасход вот этих iCredit. Потому что iCredit мы здесь вроде как и тратим. Но фишка является здесь то, что эти iCredit мы можем. Не то, что можем. Эти iCredit здесь зарабатывает каждый партнер компании Аксесс. Клиенты компании же, они за iCredit платят деньги. Точно так же, как за показ рекламы платят Google либо Яндексу. Здесь мы iCredit зарабатываем. Так же эти iCredit входят в рекламные пакеты. Так, а где это видно? Показывается наш сайт или нет? Очень хороший вопрос. В каком месте смотреть? Значит, сейчас по порядку все разберем. Я ставлю вставочку пока единичку. И нажимаю следующий шаг. Все остальное менять не обязательно. То есть, текущее расписание. Вы можете по желанию здесь выбрать будни. С такого-то времени по такое-то времени. Там выходные. Либо разместить много разных реклам в разное время. Нажимаем следующий шаг. Дальше. На четвертом шаге, то есть это обзоры рекламы. У нас система выдает все действия, которые мы сделали. То есть, название рекламы, заголовок рекламы. Бюджет. Дальше текущий бюджет. Новый бюджет. Но это новая реклама, это понятно. Ставка. Ежедневный расход и так далее. И картинка, то есть, снапшоп. Маленький образ нашего сайта установлен. И наш URL. Так. И нажимаю завершить. Значит, что произойдет на следующем шаге. Вот находится моя реклама. Экономия, значит, также КХ. Вот она. Я только что ее разместил. Значит, она находится на рассмотрении. Через несколько, некоторое время. То есть, может сегодня, может завтра. Менеджеры компании проверят сайт на наличие, скажем, легальности информации. То есть, не там, порнография там какая-нибудь там. Ну, то есть, адекватный сайт должен. По адекватной тематике. Если сайт не адекват, не по адекватной тематике, естественно, он отклоняется и не будет рекламироваться. Поэтому наши партнеры, просматривая сайты на ротаторе, им не попадаются сайты с плохим контентом. Там попадаются нормальные сайты. Дальше. После рассмотрения у вас будет вот так видно. То есть, ну, сейчас достигнут лимит. То есть, в данном случае у меня по моряке сайт стоит. И здесь вот сто процентов показано. То есть, было показано тысяча двести семьдесят шесть раз. Про рекламироваться дневной лимит сорок пять кредитов в день. И ставка два. И вот здесь, допустим, график рекламы. Можно посмотреть. То есть, каждый день идет по двадцать два показа. То есть, двадцать два раза идет показ сайта здесь. Теперь дальше. Так, я здесь сегодня, по-моему, уже все сделал. Значит, что делают партнеры? Где показывается этот сайт? Партнеры делают следующее. Они зашли на поисковую систему Access. Навели на свой номер. И нажали вот эту кнопочку Add View. В данном случае я уже все выполнил за сегодняшний день. Поэтому мне система выдала. Вы достигли максимального числа просмотров веб-сайта. Ждем вас завтра. То есть, с левой стороны мы видим такую табличку. Количество сайтов. То есть, я сто сайтов в день просмотрел. Общая сумма iCredits. Внимание. iCredits. 100 iCredits в день. iCredits мы расплачиваемся за показ рекламы. Поэтому каждый день я просматриваю по 100 сайтов и зарабатываю 100 iCredits в день. Помните, я вам показывал по недвижимости. По ключевому запросу купить недвижимость. На Google это ключевое слово стоило 162 или 182 рубля. Вот теперь считаем. Если бы я оплатил Google за 100 показов каждый день. Получилось бы 100 умножить на 160 рублей. Сколько получается? Арифметика. Это получается, мне надо было платить Google 16000 рублей ежедневно. Да? Вот. Правильно. А так как я, что я делал? Я просматривал 100 сайтов в день по 30 секунд. И за это получал 100 iCredits. Эти 100 iCredits я трачу на рекламу любого сайта. Не важно какая тематика. И получается система автоматически делает 100 посещений на сайт. И этот сайт становится вслед за рекламой платной на том же Google. То есть вот тут. После вот этой полосочки. Она тут еле видна, но она есть. То есть вот здесь. Это понятна разница между Google и данной системой? Напишите кому понятно. Натали понятно. Так. Еще раз и по медленному. Хорошо. Запись данной. Обязательно. Так. Значит. Поехали дальше. Теперь. Следующая фишка, которую надо сделать, чтобы увеличить эффективность. Попадание вашего сайта в тот же Google, в тот же Яндекс. сервис. Значит. Вот вам такой сервис. massping.com Я вам дам. сервис. Что мы с ним делаем. Берем свой URL. Выделяем. Копируем. Идем на этот сервис. Идем на этот сервис. Я его сейчас обновлю. Так. Как это сделать. А. Вот так. На вот этот иконочек нажать. Значит. Все. Обновился. Да. 50 минут тратим на просмотр сайта. По 30 секунд. Значит. Идем на этот сервис. Но нам за это еще деньги платят. Это я вам малость только рассказал. Потому что там возможности неограниченные. Поуз дохода. У нас люди и по 38 тысяч долларов в день получают. Значит. Идем на этот сайт. massping.com То есть про пинг. Это. Ну. Недавно просто такую фишку подсмотрел. По-моему. С вебинаром. Вставляем вот в это поле. Свой сайт. И. Нажимаем вот эту кнопочку. massping. Что в итоге происходит. А. Здесь. Сейчас начнется. А. Добавление. Этого сайта. В разные там сервисы. Они бесплатные. Платить не надо. А. Главное. Значит. Это нужно сделать для того, чтобы быстро проиндексировать ваш сайт. В разных там. Каталогах. Там. В поисковиках. И так далее. Есть еще вот такая фишка. Индекс. King. Сейчас я тоже обновлю. Значит. А. Здесь то же самое. Примеры. То есть. Что вам надо сделать. То есть. Можно один сайт. Можно два сайта. Можно там видеоканал запихнуть сюда же. Вставляем сюда. Вставляем сюда. Вот так. Либо вставляем там. Следующее что нибудь. Вот допустим. Что нибудь. Вот. Допустим. Красивый примен домены. На ютубе. Вот новый ролик вышел. Значит. Тоже можно добавить. Ну. Кто. Не запрещает. Нажимаем вот эту кнопочку. Комплект. Да. Конечно. Я сейчас дам. И нажимаем вот эту кнопочку. И все. И все. И пошло. Размещение в 572 каких-то там каталога. Значит. Ссылочку на этот ресурс. Я вам даю. Ага. Все. Здравствуйте. Меня зовут Александр Вестков. Сейчас я вам покажу. Ни при чем. Ни при чем. Пока мы. Пока я рассказывал предыдущий сервис. В первом сервисе. Вот. Один из сервисов уже принял. Send. Еще принял. Еще принял. Еще принял. Еще. И так сейчас будет длинная ленка. Там порядка полтысячи будет. Вот. Результатов. Так. То есть мы таким способом сообщаем быстро. Оперативно. В интернете то что появился новый сайт. И после этого. Вот видите. Вот побежала. Побежала. То есть сейчас было. Ну. Много. Так. И предыдущий сервис. Вот. Уже 7. Выполнено. И. Сейчас понесется. Вот. Yes. И так далее. Нужно наблюдать. Долго. Долго. То есть это примерно. Там. На полчаса. Можно оставить компьютер в покое. И сама система все автоматически это сделает. Поехали дальше. Так. Выключаю я пока с экрана. Так. И у меня есть к вам кое-что интересное. Значит что я хотел вам показать. Итак. Домены и хостинг. Вернемся к нашим баранам. Повторяю еще раз. То есть что такое домен. Домен должен быть короткий и легко запоминающийся. Вот. Программем. Домен. И начинается, а, о, я не записал, какая буква, повтори и так далее. Согласитесь, что по номеру телефона гораздо проще, нежели домен длинный, когда. Поставьте плюсик, кто это понимает. Когда домен должен быть простой, а не длинный. Вот, хорошо. Понятно. Дальше. Значит, вот эти домены, yumi.ru, vixi, yukaz, web.ly, jimta, empowernetwork.com, это домены бесплатные, но поисковики их не воспринимают очень быстро. Потому что для поисковика это означает, что пришел школьник, сделал очередной бесплатный сайт, очередной мусор. Зачем ему индексировать мусор? Он сначала посмотрит на него, на этот сайт, как там дела идут, сколько он будет жить, допустим, месяца три он проживет. А, ну хорошо. И дальше начинает потихонечку индексировать. Если вы делаете свой домен, допустим, номер телефона, .com, номер телефона, .biz, .org, .net, .info.use. В этом случае поисковик не дурак, он понимает, что появился новый уникальный сайт. Уникальные сайты начинаются, роботы их любят и начинают двигать на первую позицию. Поэтому я написал, домены третьего уровня в бизнесе не приветствуются и очень плохо или вообще не индексируются поисковиками. Так вот, если вы становитесь партнером корпорации AXS, то для вас бесплатно получается данное доменное имя. И вам же бесплатно дается хостинг. Напишите, пожалуйста, сколько стоит хостинг где-нибудь в интернете. И можете написать ресурс там. На таком-то ресурсе стоит там столько денег в месяц. Напишите, кто знает. Наталья не знает. Вот, 400 рублей Данжина стоит. Это в месяц, да, Инна? Или это за сколько? За квартал, за год? Это в месяц, Инна. Значит, буквально на днях с одним из партнеров, Попов Игорь, у нас сейчас в чате присутствует, Игорь, вот у Игоря есть сайт. Он находился на Инна. Он, наконец-то, принял решение перенести сайт с хостинга Джина на хостинг Аксесса. Бесплатно можно одно доменное имя. Остальные доменные имя, имена, они стоят не так дорого, они стоят 11 долларов. Скажем, в России это стоит дороже. Если мы пойдем на наш рут-центр. Я вам могу продемонстрировать ральницу. Значит, так вот, мы сделали перенос сайта на WordPress, на наш хостинг. И теперь Игорь, он не платен ежемесячно по 400 рублей. Он использует его бесплатно. Он просто один раз оплатил небольшую сумму за год за бэк-офис и за всю систему. Это 60 долларов на год. Плюс он оплатил 10 долларов в месяц. За эти деньги он получает, что он получает? Он получает 250 кредитов. Так, сейчас я вам покажу ключом. Так, так, так. Где-то у меня тут было. А, ну вот, я говорил 38 тысяч долларов в день у нас партнеры некоторые имеют. Каждый день просто. Это за то, что каждый день делать определенные действия. Значит, вот, с чего начинать. Минимальные требования для участия. То есть зарегистрироваться. У нас можно и бесплатно начинать, и платно начинать. При бесплатном участии вы получаете возможность пользоваться поисковой системой access.com. Залогинились, делаете поисковые запросы, зарабатываете деньги. Напишите, пожалуйста, кому платит Google за поисковые запросы. Либо Яндекс. Если платит, напишите. Если не платит, напишите не платит. Вот, не платит. Естественно, никому не платят, ни Яндекс, ни Google, ни Mail, ни Yahoo, ни Винг за поисковые запросы. За обычные поисковые запросы. У нас же поисковая система платит за поисковые запросы. Могу показать, как это делается. Допустим, вот, субраузер. Да? Субраузер. О. Сейчас я вам покажу. Access.com Так, этот go. Значит, вот поисковая система Access. Я сейчас нажму Войти. Введу свой ID номер. Оба-на, а почему цифры не видно? Так, тогда я сделаю не так. Тогда я сделаю через показ экрана. Так. Так. Покажите, поставьте плюсик, если пока с экрана пошел. Замечательно, вот смотрите, вот это поисковая система access.com, я вот ее скопирую, вам вставлю, а на хостинге сколько может их быть, а чего вы хотите на хостинге сайтов? Сайтов неограниченное количество можете на хостинге ставить, там 10 гигабайт дается. Значит, смотрите, вверху я залогинился, вот я могу выйти, показать, суть будет одна и та же, то есть я вышел, нажал логин, зашел и вы видите поисковые запросы ноль, и получил ноль reward. Вот, значит, делаем поисковые запросы какие-нибудь, ну, допустим, купить недвижимость в Москве. Такой запрос, нажимаем поиск, и как вы видите, я сделал один поисковый запрос, так сейчас чуть пошире сделаю, один поисковый запрос я сделал, вот, и мне система выдала один iReward. iReward – это наши деньги, мы их меняем на деньги. Поисковик нам выдал рекламу платную, вот она вверху, за эту платную рекламу данные рекламодатели, вот один рекламодатель и другой, они заплатили кредиты. Кредиты – это та внутренняя валюта, которую каждый партнер каждый день получает в количестве 100 раз за просмотр 100 сайтов. Также эти кредиты, они входят в пакеты, пакеты платные, либо эти кредиты можно приобрести либо у компании, либо у партнеров. Дальше, и видно один сайт, это уже запрос поисковый второй сайт и так далее, в самый низ. И в самом низу еще много-много разных страничек. Если, допустим, сделаю другой ключевой запрос, допустим, купить недвижимость, соответственно, я сделал второй запрос, заработал два iReward. И то же самое, вверху платная реклама была выделена, а ниже пошли уже сайты по тематике недвижимости. То есть, как вы видите, система работает точно так же, как тот же Google, как тот же Яндекс. Только за каждые поисковые запросы нам платят вот эти реворды. Реворды мы собрали. Мы их получаем как на поиске информации. Сделали 50 поисковых запросов ежедневно, вы получили 50 основных ревордов плюс 50 бонусных ревордов. Итого 100 ревордов в день. Кроме этого, реворд вы получили еще здесь. Делая вот так просмотр сайтов, то есть должно быть так, что вот здесь посередине открывается сайт просматриваемый. Здесь вверху, где вы достигли максимального количества просмотра. Здесь идет счетчик. Там звездочку, допустим, от 1 до 5, звездочку нажали на 5, нажали продолжить. 30 секунд в день. И здесь вы видите еще реворды, то есть 100 ревордов в день. Сейчас идет промоушен до 31 декабря. Поэтому за 100 просмотренных сайтов, вместо 100 ревордов, нам платят 300 ревордов. Итого делаем суммирование. 300 ревордов на ротаторе плюс 100 ревордов за 50 поисковых запросов. Получается 500 ревордов, нет стоп, 400 ревордов в день. Теперь считаем, почему у Игоря сейчас сайт, хостинг бесплатный стал. Он заплатил 60 долларов на год и 10 долларов в месяц. Но у него очень мало рекламы. Ему рекламу надо будет каждый день зарабатывать 100 кредитов в день. Считаем, да? 400 кредитов в день. Что это означает в эквиваленте в долларах? За 10 тысяч ревордов, вот давайте я вам покажу, где это за 10 тысяч ревордов, мы получаем, сейчас я вам покажу, что мы получаем. Вот здесь навели на поощрение. Подождите, вот это поощрение. Здесь статистика за каждый день, то есть синенькая полосочка, это 100 сайтов просмотрел каждый день. Поисковый запрос, я делаю 50 поисковых запросов каждый день. Зачем мне что-то терять? Кредиты. Кредиты это наша реклама, 100 кредитов в день. И поощрение, поощрение, то есть по 433, там 383. Здесь показано без учета бонусов, то есть бонусы у нас сейчас за 50 поисковых запросов плюс 50 бонусных кредитов. И за 100 просмотров сайтов на ротаторе вместо 100 кредитов дается 300 кредитов, то есть без учета бонусов. Так вот, наводим на поощрение и вот здесь обнять реворды. Вот на сегодняшний день уже 7 тысяч ревордов собралось. Буквально на прошлой неделе я менял 10 тысяч ревордов у меня было. Так вот, на что мы можем потратить эти реворды? Есть такой магазин Amazon, мы можем купить на Амазоне товары за полученные реворды, то есть бесплатные. Я вам скажу, что вот эти реворды платят каждому партнеру за бесплатную регистрацию, без оплаты. Только платным партнерам дают за те же самые действия еще рекламные единицы iCredit. Кроме Амазона, что мы можем еще сделать с этими ревордами? Мы их можем поменять на iCash. iCash это наш электронный кошелек, наша наличка. То есть, когда подойдет время, когда здесь будет 10 тысяч ревордов, я пролистываю сюда вниз, обменять на iCash. 10 тысяч ревордов, это будет 10 долларов. Здесь сейчас недостаточно средств, когда будет 10 тысяч, я нажму на эту кнопочку и сделаю обмен. Так вот, давайте посчитаем. 10 тысяч ревордов надо, чтобы получить 10 iCredit. О, 10 долларов. 10 тысяч делим на наши 400 ревордов каждый день. Получается, за 25 дней на сегодняшний день мы набираем 10 тысяч ревордов, никому ничего не рассказав. То есть, у нас получается каждые 25 дней 25 долларов. И эти 25 долларов как раз пойдут на ежемесячную абонентскую плату. Поэтому, вроде как, вот Игорь Попов, он заплатил 60 долларов на год, получил за это домен, получил 250 кредитов, плюс он оплачивает 10 долларов в месяц, вот этих зарабатывая каждый день реворды. Понятно. И у него этих денег хватает на абонентскую плату в размере 10 долларов. Поэтому хостинг у него будет бесплатный. Это у всех так. Теперь дальше. Так как рекламы при таком варианте очень мало, я вам сейчас покажу, как сделать так, чтобы у вас было много рекламы. Вот здесь внизу есть кнопочка Access Marketing. Я нажимаю сюда и зайду в партнерский кабинет. Вот видите, лидирующий мировой провайдер интернет-продуктов и реклама для услуг малого бизнеса. Эта компания находится в Силиконовой долине. Кто знает, что такое Силиконовая долина? Напишите «Да», если знаете. Ольга знает. Хорошо. Не, я спрашиваю, потому что не все знают, сколько я пообщаюсь с разными партнерами. Кто-то даже духом не слышал, что есть такая силиконовая долина какая-то. Что там такое непонятно. Итак, я зашел в кабинет партнера. Значит, что мы здесь видим? То есть можно произнести фотографию. Так вот, если вам мало рекламы, мы нажимаем «Консультантские пакеты» и приобретаем пакет. Потому что рекламодателю надо срочно большое количество рекламы сделать, сделать мощную рекламную кампанию. Поэтому он заходит сюда, нажимает «Купить пакет» и выбирает. То есть 59,95 – это все партнеры оплачивают на один год. Сюда входит также кредитная, ой, не кредитная, а дебетная карточка от компании, которая стоит 100 долларов. Поэтому здесь очень выгодно. И вот домены вы получаете. «Домен.com.net.org.info.ucds» Сейчас вы увидите, насколько это выгодно. Выгоднее, чем в России. Я вам чуть попозже это расскажу. Сейчас поэтапно. Так вот, какие у нас пакеты есть? Минимальный пакет у нас 500 долларов. В эти деньги у нас входят 2000 рекламных единиц iCredit. То есть кредиты – это наша реклама. Но также у нас в пакеты входит доля в компании. Это называется айпоинты. Получается 1100 айпоинтов. Что такое айпоинты? Разница между Google и здесь, как мы оплачиваем для рекламы. Если мы в Google оплачиваем пожизненно, из собственного кармана, вот считаем. На вебинарах, на некоторых я присутствовал у линейщиков, они говорили так. В Google и Яндексу, ну так, минимальный бюджет более-менее с натягом – это 20 000 рублей ежемесячно выкидывать. Результат от рекламы может быть как положительный, а может быть и никакой. Давайте посчитаем на год. Если они рекомендуют 20 000 рублей в месяц платить любому предпринимателю за контекстную рекламу, а на YouTube есть партнерские программы, там есть рекламные компании, связанные с YouTube, у них минимальный порог в месяц – 1000 долларов. Меньше они просто не соглашаются, говорят, идите, детки, куда-нибудь в другое место, у нас серьезный бизнес. Вы хотите эффективную рекламу – платите от 1000 долларов в месяц. Не будем такие большие цены брать, возьмем 20 000 рублей в месяц. Считаем на 12 месяцев. 20 000, я беру калькулятор, умножаем на 12 месяцев, получается 240 000 рублей в год. Нормальный бюджет? Поставьте плюсики, кому нравится такой подход. То есть 20 000 рублей в месяц на рекламу Google, Яндексу, Мейлу и так далее. Вконтакте еще добавить. Кто понял? Сколько это денег надо рекламодательно выкидывать ежемесячно. И это делают, это реально, да. Вам не нравится, конечно, мне тоже это не нравится. Столько денег. Но это вот такая ситуация на сегодняшний день. Зайдите на любую, скажем, презентацию по лендингу, вам там расскажут, сколько надо денег тратить. Правильно. Поехали дальше. Что такое 500 долларов? 500 долларов это 2000 раз прорекламировать свой сайт и плюс еще получить долю в компании. Имея долю в компании, мы каждый день возвращаем деньги, затраченные на рекламу. Ни Google, ни Яндекс, ни одна другая рекламная компания деньги не возвращает никогда. Другой пакет 1059.95. Здесь, конечно, побольше. Это 5000 рекламных единиц и плюс еще 2200 этих поинтов. Поинты это наша доля. Дальше. И максимальный пакет максимальный, это 2059.95. Что входит в максимальный пакет? Я буду рассматривать максимальный пакет по полной. Входит 10000 рекламных кредитов. 10000 раз прорекламировать свой сайт. Если мы пойдем на тот же Google, а я вам показывал ставка, сколько стоит единица клика на Google. Под словом купить, допустим, недвижимость. Там я сколько говорил? По-моему, 160 рублей за клик. Давайте посчитаем. 10000. 10000. Раз, два, три. Так. 10000. То есть 10000 кредитов. Это наша реклама. Это можно иметь в виду, что 10000 раз будет кликов на сайт. 10000 раз умножить на 160 рублей. Это получается, надо было бы заплатить за такой трафик на сайт. О, да хрена. Миллион 600 рублей. Нормально, да? Если не ошибаюсь. Да, миллион 600 рублей. По-моему, неплохая прибавка для Google. То есть почувствовали разницу? Напишите плюсик, кто понял разницу между той рекламой и этой рекламой. Напишите минус, кто не понял. Львовь, Ольга, Данила, Инна, Аталия. Прекрасно. Вот. Это замечательно, что вы понимаете. Дальше. Что вы еще за эти деньги получаете? Вы получаете долю в компании благодаря своего количества вот этих хайпоинтов. Каждый день со всего мирового оборота корпорации идет разделение денег. Согласно поинтам. У кого-то там 100 поинтов, у кого-то 100000 поинтов, у кого-то 1000 поинтов. У всех разное количество поинтов. И 35% мирового оборота делится между всеми участниками и возвращаются к каждому. Каждый день делится деньги. Дальше. Вы получаете статус Gold Executive на 90 дней. Значит, статусы здесь, они влияют на возможность получения дохода с глубины до бесконечности. Проходят 90 дней, у вас статус просто становится консультантом. Если вы никому ничего не рассказываете, то есть вас устраивает пользование рекламой, пользуйтесь и также возвращаете, участвуете вы в ежедневном распределении денег компании. Дальше. 1E Domain Credit. То есть домен на один год дается в подарок. Дальше. Executive Hosting Package. Хостинг вам в подарок 10 гигабайт. Кто знает, сколько стоит 10 гигабайт на каких-то хостингах, например, на джина, либо на домен, либо на нашем народ-центре. Кто знает? Не знаете? Напишите плюсик, поставьте плюсик, кто знает, сколько это стоит. Аналогичные услуги, что предоставляет компания. То есть купить домен и плюс еще хостинг в размере 10 гигабайтов. Не знаете, да? Давайте для сравнения сходим на RootCenter. Так. Не помню, как он там называется. RootCenter. То есть я вот направил RootCenter. Видите, два поисковых запроса. Сейчас сделаю следующий поисковый запрос. Заработал также три реворда. Вот вам показываю. И вот он, наш RootCenter. Вот так идем на RootCenter. Я вам сейчас хочу показать свой домен. У меня домен называется megamoney.biz. Я его когда-то много лет, ну года два назад уже приобрел. Мегамoney.biz. Мегамoney.biz. Нажимаю проверить. Ну, давай думай. Решки. Может тут еще надо? Да что так? Как-то так не заступно. Так, еще раз. Еще второй. Вот смотрите, мой домен, вот он, megamani.biz, он естественно занят. У нас домены .com, .net, .org, .info, .use и .biz уже включены в стоимость, когда мы оплачиваем 59,95. В эту же сумму входит back-office и входит карточка, которая стоит 100 долларов. Карточка пионер, либо другая карточка, то есть такого класса. Это уже в подарок включили. Значит, здесь домен вот такого уровня, то есть .biz, .org, это стоит 750 рублей в год. .biz, это стоит тоже где-то 750 рублей в год. .gom то же самое, то есть в районе 750 рублей в год. Сейчас я вам какую-то фишку покажу, как бы для сравнения. Зайдем на наши инструменты, на сервисы и зайдем на наш регистратор доменных имен. Так, возьмем какой-нибудь домен, вот .org, он свободен, кстати, удивительно. Удивительно. Такой домен и свободен. .org, 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 вот он .org. А, кстати, можно на русский язык поставить. У нас все на русском языке. .org. Нажимаем предложить. Вот обратите внимание, для клиентов 11 долларов стоит у нас. В России на root-центре, многие пользуются root-центром, это стоит 750 рублей в год. Напишите, пожалуйста, где выгодно, на root-центре, либо на аксессии. Уловили? 750 долларов, это в России стоит такой уровень домен купить. А у нас стоит 11 долларов для клиентов, либо бесплатно для партнеров. Вот, 16,5 долларов. Замечательно. Круто разница, да? То есть все познается у нас в сравнении. Поехали дальше. Показываю еще фишки. Так, что еще входит в пакет на 2000 долларов, да? Пакет на 2000... Да, конечно, 750 рублей было в рублях. В долларах это, конечно, не 11 долларов. Это гораздо больше. И, тем более, это не бесплатно. Это пожизненно придется ежегодно из своего кармана выплачивать и кормить root-центр. Возврата денег там нет, естественно. Да, еще хотел вам показать, сколько стоит хостинг. Они тут же предлагают хостинг. Значит, хостинг, конструктор сайтов, хостинг. Хостинг, надежный, все дела. На всех тарифах предоставляется неограниченный трафик, ежедневный мониторинг, копирование данных, удобная панель управления, круглосуточная служба поддержки. Короче, то же самое, что и у нас. Значит, разница. Хостинг. Подробнее. Конструктор сайтов. Обратите внимание, простой и недорогой способ, да, конструктор сайтов. Я вам скажу, что я расскажу про наши конструкторы. Хостинг. Подробнее. Так, 265 рублей в месяц. Это 7000 мегабайт. Это 7 гигабайт. 12 веб-сайтов, PHP, PR, SSH, MySQL. То есть это меньший уровень. Я вам скажу, сейчас наш уровень. Значит, 12 мегабайт. Это 24 веб-сайта, PHP, PR, SSH. В принципе, вот это более-менее подходит под наш уровень. Опять-таки, я вам скажу вот что. Количество мегабайт у нас можно тоже докупить. Если не хватит 10-10 гигабайтов, можно позвонить в компанию и они вышлют просто условия дополнительные. Это уже будет платно. А так 10 гигабайт идет в подарок. Здесь же на Рудцентре, вот считаем, 407 рублей 50 копеек надо платить ежемесячно за уровень хостинга, как у нас в Аксессии. Считаем на год. 407 рублей умножить на 12 месяцев получается 4800 в год. Из кармана выйдет получше. Ну да, 10 бакс в месяц. Ну, у нас-то в Аксессии можно эти 10 баксов путем ежедневных действий заработать, поэтому для нас это ничего. Плюс еще возврат денег, потому что мы имеем долю в компании. И поэтому каждый день получаем распределение денег. Да, поэтому партнеры вообще балда в Аксессии. То есть на вот это обращать даже не имеет смысла. Самый крутой у них хостинг 12000 мегабайт, 704 мегабайт памяти, 24 веб-сайта PHP. Ну, в принципе, и это тоже к нашему подходит, к нашему уровню. 24 веб-сайта. Ну, друзья, вы знаете, я вот у меня, допустим, год назад была компания, которой я занимался Казартек. Я сделал 150 или под 200 сайтов партнеров на своем хостинге. В поддоменах. Сейчас, допустим, веду компанию Домленд, ну, порядка 20-30 сайтов уже у меня есть на моем хостинге. Причем я дополнительно ничего еще не платил. И даже пока нет предпосылок, чтобы платить дополнительно. Нормальная разница, да? 24 веб-сайта, либо там сколько хочешь. Так, значит, все познается в сравнении. Поехали дальше. Что же еще входит в пакет на 2000? Во-первых, именно этот пакет позволяет партнеру иметь статус GoldExecutive. Если приглашать рекламодателей именно сюда на рекламу и на получение всех инструментов, в этом случае вы получаете 15% с приглашения. То есть пригласили рекламодателя, он заплатил там, ну, 2000, там, 500 долларов, 1000 долларов. Вы получили 15% с этих денег. Неплохо, по-моему. Если идет дальше движение, вы получаете еще в глубину, у вас начинается карьерная лестница и вы получаете со всей глубины вплоть до 1% до бесконечности. И причем получаете как в первый день при покупке пакета, так и еще каждый день, потому что каждый день идет участие в ежедневном распределении прибыли компании, плюс еще идет репокупка реинвест, потому что вот это количество айпоинтов его можно увеличить путем репокупки. И так как все партнеры делают репокупку, это от 50% из заработанных средств до 100%, поэтому каждый день вы участвуете в распределении прибыли еще по структуре, это вторые 35%. Плюс еще, вы еще участвуете в годовом распределении оборота компании, то есть компания в преддверии выхода на биржу, на айпоин. Рано или поздно мы станем акционерами. Кто-то когда-то подсуетился, купил акции того же гугла, сейчас неплохо живут, потому что гугл номер один. Следом гуглу уже наступает и аксесс, на пяточке скажем. Дальше, что же еще входит в этот пакет? Викеш и Волит, значит Викеш это собственный банк у компании. И Волит, и Волит это платежная система для вывода. Значит, вывод денег на протяжении 8 лет работает безупречно. Единственное, когда компания не платила, это было в 2010 году. Компания не могла платить, потому что компанию неожиданно в феврале 2010 года закрыли на федеральную проверку. Посчитали, что компания является финансовой пирамидой. Пять месяцев федеральной проверочки вынесли решение, что компания является абсолютно легальной. У вас легальный бизнес, у вас все чисто, пожалуйста, работайте. Спустя полтора года вернули все замороженные деньги. Компания раздала каждому партнеру, кому должна была за последние два года. Деньги были удержаны правительством США, деньги были получены и розданы каждому партнеру. Вы знаете еще одну компанию в интернете, хотя бы одну, кроме этой, которая, пройдя такую федеральную проверку, рассчиталась с каждым из своих партнеров. Напишите, кто знает, поставьте плюсики, напишите. Проверка была серьезная. Такую проверку не прошли. Телек 3, Zik Reward нашумевший. Телек 3 тоже нашумел хорошо. И кинули много людей. Да, Zik зажал, правильно. Дальше, что еще было закрыто? Супер серьезная немецкая компания. Unica Invest. Unica, да? Слышали, наверное. Дальше, Virex System был закрыт. Вместе с Unica. Типа Forex занимались. То есть, понятно, разница между проверенной компанией и... Да, именно, Intellect 3. Дальше, что еще входит? Вот это интересная фишка. Mobile Package. Версии стандарт. Angel. А что, Angel закрыт, что ли? У них же там продукты наземные. Вроде должно все нормально быть. Его закрыли? Надо же. Не знал. Версия Mobile. Что такое Mobile Package? Так как у нас НИР сейчас переходит на мобильные устройства, такие как планшеты, смартфоны, без этого никуда не денешься, везде просто кричат, пользуйтесь смартфонами, люди берут смартфоны. Что делает человек, получая смартфон? Он начинает там копаться и рано или поздно начинает выходить в интернет. Так вот, мобильный интернет набирает определенную популярность. Интернет становится с каждым угодно дешевле и дешевле, а мобильные сайты делают не все. И обычные вот эти сайты, обычные сайты, они на мобильных устройствах выглядят очень плохо. Так вот, версия вот этого, вот этого конструктора Mobile, значит, мобильный конструктор, он позволяет сделать мобильный сайт, который будет правильно отображаться на любом смартфоне, на любом планшете. Так вот, если вы даже бесплатно зарегистрируетесь, вы получите также возможность сделать одну страничку бесплатно на мобильном конструкторе. Себе сайтик сделать. Дальше, следующая версия. Версия стандарт Uweb Site Builder Package. Что это такое? Uweb Site Builder Package это уже конструктор сайтов собственного производства компании. Точно так же, как мобильный сайт. Значит, вот этот Uweb Site Builder, это конструктор, который очень легко, путем перетаскивания блоков, позволяет сделать там за несколько минут сайт практически любой сложности. Если вы даже бесплатно попробуете зарегистрироваться, вы получите возможность сделать сайт Builder, сайт на вот этом конструкторе Uweb, в количестве двух страничек бесплатно. На этом сайте у вас не будет написано внизу, это сделано на VIX, это сделано на Web.ly. У вас единственная разница между платной версией и бесплатной, это будет только ограничение в две странички, и вверху у вас будет, естественно, домен неправильного уровня. То есть домен будет окончание иметь access.com, и впереди будет что-то другое. Ваш домен. То есть вот эта будет разница самая большая между платной версией и бесплатной. На платных версиях, а те люди, которые входят на пакеты, они уже получают полностью все в комплексе, им ни за что сверху платить не надо. Ни за конструкторы, ни за мобильный конструктор, вообще ни за что, ни за рекламу, потому что реклама каждый день по 100 штук в день. Вот считаем каждый день по 100 штук в день. Это получается умножить на 365 дней, за год 36500 раз прорекламировать свой сайт бесплатно. Нормально. Так, значит, что еще такого рассказа? Переем на Ви-сервисе, да? Значит, по Ви-сервисам. Ну, Access, это понятно, это поисковая система. Access Mobile, сейчас немножко посмотрим. Это мобильный конструктор сайта. Он также на русском языке. Сейчас переведется система. То есть на смартфоне тут также можно сделать QR-коды. Вот такие QR-коды. Очень удобно на визиточку сделали вот этот QR-код. На многих смартфонах ставится считыватель QR-кода. Дали человеку, у него смартфон. Он прислонил камеру смартфона к этому QR-коду, к вашему визиточку, к вашей, нанесенному на вашу визиточку. И перешел на сайт, на ваш, на мобильный сайт. Значит, дальше, Uwebsite Blinder. Сейчас тоже откроем. Это конструктор сайтов. Вы можете сделать что угодно. Значит, вот, Лена, я тебе попрошу, скинь, пожалуйста, свой сайт. Вот, Татьяна делала, Эврика, по-моему, называется. Так, вспомню. E, D, U, так, там, Эврика. Вот он, нашел. Вот обратите внимание, вот этот сайт, он сделан на бесплатном хосте. Вообще без оплаты. То есть человек зарегистрировался бесплатно, еще ничего не платил. И ему помогли сделать такой сайт. Это одностраничник, можно сделать две странички. То есть, обратите внимание, логотипу сделали, название по домленду, контакты, все кликабельные. Здесь описание. Здесь вот картиночки, все движется. Два видеоролика, картиночки, все простенько. Купить сейчас. И оставить контактные данные. И все, и контакты. Все. Ни здесь, нигде не написано, что это сделано там на Access. Как вот, допустим, люди берут. Вот мы сделали бесплатный сайт на бесплатном хостинге. И написано внизу. Это сделано на Vixie, это сделано на UXie. И еще кучу там рекламы с правой стороны в углу запихают. И внизу еще кучу рекламы запихают. Вот это называется бесплатный сайт. То есть, в данном случае вы видите чистенько. Нигде не написано, на чем это сделано. Нигде нет рекламы сторонней. Все по тематике данного сайта. Напишите, нравится вообще такая технология. То есть, бесплатно прийти, зарегистрироваться и сделать себе страничку лендинг. Лендинг это вообще одностраничник. Ну вот, замечательно. Вот, причем очень просто. Я вам скажу, что Лена Романова, она сколько, 4 года, вот мы с ней в компании Access. Она говорит, да я в жизни никогда сайтом не занималась. Если Лена слышит, прокомментируй. То есть, вот так очень просто. Это сделано на конструкторе Uweb. То есть, где-то тут я уже открывал этот конструктор. Вот, вот это Uweb. Тут есть тарифы. Ну, опять-таки, тарифы. Да, Лена, потом скажешь. То есть, тарифы, опять-таки, бесплатные. И, причем, фишка заключается в том, что здесь бесплатный сайт будет у вас жить долго, а не ограниченное количество времени. Если вы сделаете где-то бесплатный сайт, то потом его просто заберут. Спустя месяца 3, месяца 6, год, его просто не будет. Все остальные варианты это для клиентов, кто хочет оплачивать. Если вы становитесь партнером, уже все включено, поэтому будет ничего не надо. Значит, попа, то, опа, минутку еще. Вот это Uweb. Uweb. Uweb, я уже немножко его показал. Это регистратор доменных имен. Сюда можно чужие доменные имена переносить. Это целая система управления сайтами и блогами. И целая система еще почтовая. Потому что там есть автоответчики, рассылки. В общем, огромная система. Там, если вдаваться в глубину, это не один час времени уйдет. Поэтому я даже раскрывать не буду. WeCash – это собственный банк, и wallet – это вывод денег. Вывод работает 8 лет, как часы. Поставили, получили, без проблем. Компания не зажимает заработанные деньги. Так это везде, сплошь и рядом. Access Hitch – это поисковик. Access Us – это наши рекламные возможности. И вот эти неоткрытые вкладочки – это наши будущие инструменты. Это новый Access Listing – это бизнес-инструмент для бизнеса будет. Classified – это тоже еще что-то будет. Deals – это купонный сервис. Здесь еще будет WeChat – это средство для коммуникации, для видеообщения. Это еще будет Access Academy. И еще много-много сюрпризов. Скорее всего, все эти сюрпризы мы узнаем. Начнем пользоваться после ежегодной конференции в Лас-Вегасе, которая пройдет 26 ноября. То есть, грандиозное событие в Лас-Вегасе, в очень серьезном отеле. Очень дорогой отель. Ой, как посмотрел на видео на коротеньком. Сейчас не могу показать, не под рукой. Ну, очень серьезно все подошло, друзья. Итак, на этом я, пожалуй, закончу такую обзорную презентацию возможностей. И, Лена, пожалуйста, подключайся, прокомментируй свое. Так, оставлю, остановлюсь пока с экрана. Так, окей, привет. Привет всем, ребята. Мы сегодня так хорошо поработали. Сережа молодец, конечно, всегда подбирает нужный материал для того, чтобы наши партнеры, неважно в каком бизнесе, главное то, что понимали, что такое реклама, для чего она нам нужна и почему она важна. Я всегда говорю, что если у вас есть бизнес и нет сайта, у вас нет бизнеса. Если у вас есть бизнес, есть сайт и нет рекламы, у вас нет бизнеса. И все-таки важность доменного имени, вы должны это понимать, обязательно должны понимать, потому что доменное имя – это как ваша фамилия. окей, чтобы действительно полное понятие понимания приходит тогда, когда ты начинаешь во все это вникать. Это совсем нетрудно, оказывается, это совсем нетрудно. Сережа сказал, как говорит, что я тоже действительно даже не думала, что настолько легко и интересно создавать свой сайт. Там уже и твое творчество может быть, и твои знания пригождаются любые, и это очень интересное занятие. А еще интереснее наблюдать, когда твой сайт продвигается. Продвигается в интернете, когда начинают его видеть, когда начинаются у тебя уже бесконтактные регистрации, которые сегодня у меня уже есть на сегодняшний момент. Поэтому те люди, которые сегодня у нас впервые, вот скажите мне просто интересно, у кого из вас конкретно, вот я просто хочу узнать, все сегодня присутствующие, не надо писать свой сайт, просто напишите, есть ли у вас свое доменное имя и какое оно. Именно ваше личное. Не на азии какой-то компании, какого-то сайта, а конкретно ваше имя .com. Имя или именно, не обязательно имя, фамилию, как бы я уже Сережа говорил. Конкретно ваше доменное имя, вот кто его имеет? У кого уже оно есть? Нету, вот. У кого есть? Нету, нету. Два уровня есть. Окей, под доменное имя, окей, есть. То есть, понимаете, да? Вот те люди, у которых сегодня нету доменного имени, если вы понимаете, что это важно, если вы серьезно пришли развивать свой бизнес, и не важно, какая компания, абсолютно не важно, вам нужно обязательно иметь свое имя доменное и сайт, на котором вы будете рекламировать свои бизнесы. Поэтому вот именно наша компания, почему мы можем сегодня говорить абсолютно твердо, уверять в том, что наша компания, именно Access Marketing, предоставляет полный спектр рекламных услуг. Полный, абсолютно. И на самых выгодных условиях. Я надеюсь, то, что Сережа сегодня рассказал, именно примеры показал, какие делают затраты, буквально затраты на рекламирование в интернете своих бизнесов. И сегодня нашим сервисом может, не может заинтересовать, заинтересуется любой, кто заинтересован в развитии своего бизнеса. То есть в продажах. Потому что мы все, если мы рекламируемся в интернете, значит, мы что-то продаем. Если мы рекламируем Access, мы продаем рекламные услуги. Если мы рекламируем DomLand, потому что у нас сегодня партнеры из этого бизнеса тоже, то мы рекламируем продажу конкретного товара. Правильно? Да. Так что возьмите, пожалуйста, на заметку себе, что сегодня, завтра или в любое другое время вы можете обратиться к Сергею, ко мне, к любому человеку, который работает в нашей компании, и обратиться за помощью для того, чтобы наконец-то сделать свое имя именно в интернете. Все зависит. От нашего бизнеса всего от этого очень сильно зависит. Так. И то, что мы планируем все-таки здесь проводить занятия, это будем делать один раз в неделю, как мы с Сережей думаем это делать. Научиться этому действительно совершенно несложно. и у нас есть все инструкции, у нас есть видеоматериалы, видеоролики, используя которые вы можете всему научиться. Как продается конкретный товар? Я вам говорю, что вы делаете свой сайт, где рекламируете, где даете информацию о своем товаре, все, ваш сайт, его нужно запустить в интернет, для того, чтобы его раскручивать по ключевым словам. На это на все уходит время. Естественно, если вы думаете, что вы сегодня сделаете сайт, и сразу запускаете его на раскрутку, у вас тут же появятся клиенты. Я всегда еще говорю о том, что, допустим, наша компания гарантирует продвижение вашего сайта, но она не может гарантировать продажу вашего товара. Все зависит от того, насколько спрос есть на ваш товар, какая конкуренция и как вы его представляете. Это тоже работа. Тоже работа. Надо просто делать все это правильно. Но это все реально и все это работает. Так, я думаю, что сегодня достаточно. Мы пообщались. Уже больше часа подходит к двум часам. Ну, если вы до конца с нами пробыли, значит, вам действительно было это интересно. Следующее занятие мы будем предупреждать. Приходите и будем это разбирать постепенно, потому что в наших интересах тоже, чтобы вы научились тому. Чтобы вы были компетентны, чтобы вы понимали все-таки, что реклама – это двигатель торговли. В любом случае, это не я сказала, это вы прекрасно знаете. Ключевая фраза. Без рекламы вы никто. Окей. Все, Сережа, я тоже больше ничего говорить не буду. Давайте попрощаемся. Всего вам доброго. Спокойной ночи. У меня еще день в разгаре. А вам всего хорошего, успехов и процветания. Всем спасибо. Ну вот, хорошо, друзья. Всем спасибо за присутствие. Все, давайте до следующих встреч. Скорее всего, по четвергам мы будем проводить. Ну, об этой информации в чатах следите. Потому что четверг более-менее нормальный день. В пятницу людей обычно не соберешь. А четверг самое то. Так, хорошо, друзья. Всем хорошего настроения. Удачи. Спокойной ночи. Все, пока. Пока. Я закрываю комнату. Субтитры сделал DimaTorzok